Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Точка в кровавой драме. Сегодня убийца полицейского Гошта и его семьи выслушали приговор. Как спать на снегу и разводить костер в сугробе? Спасатели Росавиации учатся выживать в лесу после крушения самолета. До свидания, эпоха! Самарский союз У в последний раз стартовал с Байконура. Два пожизненных срока, 25 и 26 лет лишения свободы поставлена точка в громком деле об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Приговор вынесли в Самарском областном суде. Напомню, трагедия случилась в апреле прошлого года в селе Ивашевка. Шесть человек, включая полицейского, были найдены убитыми в собственном доме. Из зала суда репортаж Алины Чемерис. В ожидании приговора в холле областного суда адвокаты, журналисты, родственники обвиняемых. Последние с трудом справляются с волнением. Вскоре приезжает конвой. Оказавшись в зале заседаний, подсудимые активно общаются с адвокатами. Что-то на своем языке кричат родным. Ахмадова, Захрабова, Бабаева и Фаталиева обвиняют в убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Все произошло в апреле прошлого года. По версии следствия, подсудимые проникли в дом полицейского, когда все спали и до смерти избили своих жертв. Чудом выжила только племянница Гошта. Нападавшие забрали находящиеся в доме ценные вещи и скрылись с места преступления. После задержания подсудимые попросили, чтобы их судьбу решали присяжные. В конце января они вынесли свой вердикт. Учитывали смягчающие и отягчающие обстоятельства. Бабаев призван заслуживающимся исхождением по всем эпизодам предъявленного обвинения. Захрабов и Фаталиев только в части покушения на убийство малолетних. У Ахмадова есть малолетний ребенок, что государственным обвинением было предложено учесть в качестве смягчающего винового обстоятельства. У Захрабова очагчающим обстоятельством было предложено учесть рецидив преступления. Во время оглашения приговора в зале тишина суд согласился с мнением гособвинения. Два пожизненных срока, 25 и 26 лет лишения свободы. Такое наказание выбрал суд для обвиняемых в убийстве Андрея Гошта и его семьи. Также подсудимых обязали выплатить потерпевшим более 12 миллионов рублей в общей сложности в качестве компенсации морального вреда. С приговором не согласны адвокаты и родственники подсудимых. Отец Архана Захрабова в вину своего сына не верит. Говорит, семья живет в достатке, мотивов для преступления быть не может. Если человек день 2-3 тысячи зарабатывает, то зачем именно? Надо? Он каждый день, у него свои газеты, свои машины, свой дом, все удобства есть от и до. Ему нет никакой причины, чтобы пойти кого-то ограбить. В самом деле он не виноват. Вот это я хочу сказать вам всем уважаемым. Представители защиты намерены обжаловать приговор. По мнению адвоката Ахмадова, он слишком суров. Пожизненное наказание. Его представили в данной ситуации как организатора. То есть вот с данной версией мы вообще не согласны. То есть организатор явно не Ахмадов там был. Да, безусловно, обжаловать, конечно же, приговор мы будем, потому что мы уже понимаем, что он достаточно. В этом деле точка поставлена. Сейчас расследуется еще одно похожее преступление. В декабре прошлого года неизвестные напали на главу от Раднинской полиции и его супругу. Также в собственном доме. Сам полицейский попал в больницу. Его жена скончалась от полученных травм. Подозреваемые сейчас под стражей. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. Спасатели спешат на помощь. В аэропорту Курумыч сегодня провели занятия по выживанию в экстремальных условиях после авиакатастрофы. Спасатели Росавиации тренируются позволять избегать пилотов, пострадавших после крушения самолета. Как не замерзнуть в лесу в мороз, пока ждешь помощи, расскажет Марина Матвейшина. Самолет совершает аварийную посадку за пределами аэродрома. Экипаж два человека не пострадали, но очень ждут помощи. Из-за сильного мороза и ураганового ветра пилоты могут замерзнуть. В легенде учений погода не летная, а потому прилететь за пострадавшими на воздушном судне временно невозможно. Спасатели спешат на помощь другим путем. Пострадавших отвозят в лес. Там разбивают лагерь, чтобы можно было пережить один-три дня, пока группу не эвакуируют по воздуху. В группе четкое разделение обязанностей. Кто-то разбивает палатку, кто-то разжигает костры. Огонь – это свет, тепло. Опять же, у нас из подручных средств можно натопить сейчас будет воду, питье. И, соответственно, так как у нас условия зима, необходимо подготовить специальное место для этого. Ну, яма для того, чтобы убрать снег, так как он будет топиться, разумеется, при горении и будет тушить его. Плюс защита от ветра. Людей от ветра спасают деревья и кустарники. Еще лучше брезентовая палатка. Установить их нужно как можно быстрее, учитывая массу нюансов. Именно их спасатели и отрабатывают на таких учениях. Чтобы создать тепло в палатке, на снег укладывают лапник. Это обычные еловые ветки. Укладывают их погуще, чтобы создалась такая воздушная подушка, которая задерживает тепло. И тогда люди прямо в верхней одежде могут спать на этих ветках или лежать и не мерзнуть. Практические занятия по спасению и выживанию в экстремальных условиях спасатели Росавиации проводят два раза в год. Летом и зимой. Разные погодные условия диктуют разный подход. Опытные сотрудники на таких занятиях оттачивают навыки выживания. Новички пробуют на практике то, что знали только в теории. Подготовленному человеку не составляет большого труда выжить в условиях. Но опять же, повторюсь, подготовленному. Поэтому мы проводим эти занятия для того, чтобы если такая ситуация вдруг случится, чтобы наши спасатели были к этому готовы. В распоряжении спасателей есть вся необходимая техника. В случае катастрофы самарская группа может выехать и в соседние регионы. Уровень их ответственности распространяется в радиусе 280 километров от Самары. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. С космодрома Байконур состоялся последний в истории запуск Самарского Союза-У. Ракета-носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-05» отправилась в космос в 8.58 по московскому времени. Программа полета предусмотрена двухсуточная схема сближения ракеты с Международной космической станции. Напомню, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2.1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ». Экономические возможности Самары выросли. Одно из самых ведущих международных агентств «Фич Рейтингс» подтвердило долгосрочные рейтинги города на уровне BB+. Прогноз стабильный. Высоконезависимая оценка экспертов, результат планомерной финансовой политики городских властей подробнее в сюжете Марины Матвейшиной. Привлекательность Самары для инвесторов выросла. Одно из самых ведущих международных агентств «Фич Рейтингс» подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне BB+, с пометкой «Прогноз стабильный». На сегодняшний день он является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели Самары. Ее финансовые возможности, а также повышает репутацию города как открытого для диалога с инвесторами. Это дает возможность оценить ситуацию в городе Самаре. То есть она идет положительно. Оцениваются финансовые риски, оценивается бюджет, оценивается кредитоспособность, оценивается на данном этапе возможность инвесторов вкладывать деньги в экономику города Самара. Если мы говорим о повышении рейтинга, то это говорит о том, что у нас уменьшены риски вложения денежных средств. До февраля 2015 года рейтинг сохранялся на уровне BB. Благодаря планомерной работе городских властей его удалось повысить до уровня BB+. Это значит о том, что городская власть проводит взвешенную бюджетную финансовую политику на территории городского округа Самары. Это значит то, что Самара является открытой для принятия инвестиций в город, о том, что это достойный и надежный заемщик. Кроме того, рейтинг BB+, позволяет заключать сделки на наиболее выгодных условиях, является эффективным средством, при помощи которого администрация Самары может сообщить о своей кредитоспособности инвесторам, банкам, поставщикам и клиентам, заключающим долгосрочные контракты с муниципалитетом, способствуя повышению общей инвестиционной привлекательности города. Несмотря на положительный рейтинг, глава города призвал подчиненных не почивать на лаврах, а продолжать работать в режиме экономии. Год непростой у нас с вами, с точки зрения экономики. Ситуация такая, что мы с вами должны, как и предыдущий год, очень бережно относиться к бюджетным деньгам, с точки зрения экономии, рационального использования, эффективного использования, не допускать необоснованных трат. Вот эта политика будет в этом году очень тщательно отслеживаться нами, мы будем за ней следить, мониторить, и нам, конечно, важно все обязательства перед людьми социальные выполнить. Глава города поручил продумать и разработать программы, чтобы повысить привлекательность Самары для инвесторов еще больше. Это даст возможность создавать новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет и улучшение качества жизни в городе. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Продажи «Лада Веста» начались в Германии. За сколько иностранцы могут приобрести отечественное авто, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть чуть подешевела, но уверенно держится на отметке выше 56 долларов за баррель. Валюта дешевеет. Курс на 23 февраля. Доллар 57 рублей 47 копеек, евро 60 рублей 45 копеек. Золото стоит 2285 рублей, серебро 33 рубля 45 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 20 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 31 копейку. Россияне поменяли ресторанную еду на одежду. Спрос на услуги общепита снизился на 10%. Больше половины всех банок шпрот в стране не соответствует ГОСТу, сообщает Роспотребнадзор. Одни производители подменяют сорта рыбы, другие не доливают масла. Кстати, после массовой проверки ведомство выяснилось, что больше сотни товаров на прилавках российских магазинов могут быть опасны для здоровья. На их этикетках указаны несуществующие фирмы-производители. А продукция автоваза добралась до Германии. Там начались продажи автомобилей «Лада Веста». Цена авто от отечественного производителя начинается от 12,5 тысяч евро. На этом все. Удачи в делах. Праздник, который стал всенародным. День Советской Армии, ранее День Защитника Отечества, сегодня. Изменилось название, не поменялась суть. Настоящих мужчин, военнослужащих и сотрудников села ведомств чествовали на торжественном собрании в Самаре. Губернатор Николай Меркушкин вручил награды. Марина Кравцова пообщалась с теми, кто обеспечивает обороноспособность страны. Другого пути для себя и не видел капитан Ананик Манвелян из династии военных. Сегодня он гордость и родителей, и отечества. Служба для молодого связиста не тяготые лишения, а любимая профессия – Родину защищать. Для нас очень важно обеспечить любое время, любой час, любую секунду на высшестоящем командовании связь своевременную, благополучную. Для меня работа на аппаратуре связи очень интересна. Мы готовы ко всем любым целям, задачам, какие бы они ни поставили перед нами. На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества, настоящие защитники Родины, получают награды из рук губернатора и командования 2-й гвардейской армии. В зале ветераны, герои России, военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники МЧС и правоохранительных органов – те, кто с честью выполняет свой долг перед отчизной. Среди награжденных и руководители ансамбля «Волжские казаки». Коллектив дважды выступал перед нашими военными в Сирии. Я благодарю за высокий глаз лично вас и правительство Самарской области, за высокую оценку моего скромного труда, а также труда всего нашего коллектива, который побывал от Лиссабона до Гонконга и во всех горячих точках. И везде наши песни, наши народные песни, армейские песни и танцы, на ура воспринимались нашими союзниками и нашими друзьями. Военная служба вновь стала престижной. Решается вопрос жилья для военнослужащих. Только в прошлом году Министерство обороны выделило около миллиарда рублей на квартиры военным в Самарской области. Очередь на получение жилья за пять лет сократилась в шесть раз. На укрепление обороноспособности страны работают самарские заводы, которые успешно выполняют госзаказ. Глава государства, правительство России сегодня делают все для того, чтобы наши вооруженные силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными. Большое внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих. Также Самарский оборонно-промышленный комплекс активно способствует укреплению обороноспособности нашего государства. После праздничного концерта глава региона встретился с ветеранами. Поблагодарил их за активное участие в общественной жизни региона. В свою очередь ветераны отметили, какое внимание в Самарской области уделяется патриотическому воспитанию. Сегодня меняется и отношение молодого поколения к военной службе. В училище серьезный конкурс. И все больше медалистов и выпускников школ выбирают профессию военного. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Самый зеленый район Самары, Красноглинский, сегодня отмечает юбилей 65 лет со дня основания. Местные жители уверяют, что юбилей двойной, а к возрасту можно прибавить еще десяток лет. В исторических парадоксах разбиралась Валерия Макарова. Все эти люди сегодня собрались в Доме культуры «Чайка», чтобы вместе отметить особенный юбилей. 65 лет исполняется их родному Красноглинскому району. Что интересно, у района две даты рождения. Так сложилось исторически. Одна из них 22 февраля 1952 года, когда по указу Президиума Верховного Совета страны и появился район. Однако это было его второе рождение. Ведь появился на карте города он в 1942 году, когда сюда эвакуировали заводы из Киева и Москвы. Однако протестовал он недолго и вскоре вошел в состав территории Кировского района. Местные жители называют свой Красноглинский район «зеленым сердцем Самары». И сегодня все поздравления, конечно, ему. Его невозможно не любить при всей его уникальности, раскинутости. Одна треть всей Самары, пять поселков, огромная территория. Но именно уникальность, наверное, строения нашего района по поселковому принципу зародила в нем ту теплоту, семейственность и радушие, которые есть по-своему в каждом поселке. Впервые в истории города Касагинским районом в Кан-Софии глава администрации Олега Игоревича Комарова была разработана концепция развития района. И мы ее взяли за некую такую модель, за некую матрицу. Сейчас каждый внутригородский район идет этим путем. Только вместе мы сможем с вами сохранить то богатство, сохранить экологию Самары и сохранить все то, что есть, самое главное – людей. Ночная чистка. Минувшую ночь из самарских дорог вывезли тысячи тонн снега. Свои коррективы внесла погода. Из-за резкого потепления возникла угроза подтопления поселка Зубчининовка и Кубишевского района. Именно на этих территориях был сделан главный акцент. В очередной рейд по местам уборки дорог от снега отправился Сергей Ромашов. Весна идет, весне чистую дорогу. В преддверии оттепели муниципальное предприятие благоустройства обратило пристальное внимание на Зубчининовку и Кубишевский район. Именно там скопилось наибольшее количество снега. Чтобы снизить риски подтопления на этих территориях, благоустройство бросило туда ударные силы. Улица чистит три лаповых погрузчика, которые рабочие с теплом называют «золотыми ручками». Эта шустрая техника за четыре минуты наполняет целый грузовик. Но мешают автомобили, которые водитель часто паркует у обочин, затрудняет движение погрузчиков. Да, это самая, наверное, большая проблема, которая мешает скорости именно вывоза снега. Каждая запаркованная машина из работы данного погрузчика отнимает 40 минут. В приоритете уборка снега с дорог, не оснащенных ливневками, а также магистрали и площадки остановок общественного транспорта. Всего город убирают 226 спецмашин. Но этой техники, по оценкам специалистов предприятий и властей, недостаточно, чтобы единовременно расчищать все девять районов Самары. Поэтому сегодня работа выстроена таким образом, чтобы имеющиеся ресурсы использовались максимально эффективно. Проблема нехватки уборочных машин складывалась годами. По поручению главы Самары Олега Фурсова, не так давно были закуплены 64 единицы всесезонной техники. И в этом году рассматривается возможность пополнения парка МП «Богоустройство». Должно быть полторы тысячи единиц техники, для того, чтобы уборка шла нормально и эффективно. Вся техника, которая находится у города Самары, у администрации, она сейчас на дорогах. Ведется интенсивная уборка территории. Город убирают круглосуточно, две смены. Но основной объем работ проводят в ночное время, чтобы днем не нагружать трафик и не мешать людям. Весь собранный снег отвозят на полигоны. С начала зимнего сезона и по данным на сегодняшний день, с улиц города вывезено уже более 468 тысяч тонн снега. На полигонах ведется видеофиксация. Снег складируется на пяти муниципальных площадках и на одном из привлеченных полигонов. Это помогает экономить время и деньги. Сергей Ромашов, Григорий Полешаков. События. Растопи холодный лед, пусть весна скорее придет. В Самаре начались проводы русской зимы. Массовые гуляния разворачиваются во всех районах города, во дворах и школах. А главный праздник на площади Куйбышева состоится в воскресенье. Почти во всех домах Самары люди пекут блины и угощают ими близких. Зиму провожал и наш корреспондент. Пришла пора метелем да вьюгом на север подержать. Но оставить вас без присмотра я не могу. Сестрице своей весне права передаю. По первому зову Дедушки Мороза отправилась я в путь. Скоро-скоро наступит тепло и веселье. А мы ждем вас в моем волшебном тереме на площади Куйбышева. Милости просим гости, дорогие. Гостей ждет не только Дед Мороз. Почти в каждом доме на этой неделе пекут блины и угощают ими близких. Мастер-класс нам устроил Андраник Арутинян. Радушный хозяин раскрыл нам секреты своего фирменного масленичного угощения. Своё коронное блюдо он готовит по особому рецепту. Особенность – это кипяток, который мы сюда будем вливать. Вот это и считается особенностью. Потому что тут есть такой момент, когда мы добавляем яйцо, и кажется, что когда добавляешь кипяток, может свернуться белок. Но он сворачивается, и из-за этого блины должны получиться кружевные. Каждый день масленица имел в народе своё название. В понедельник праздник встречали. Во вторник с ним заигрывали. Среда именовалась лакомкой. Впереди самарцев ждёт четверг разгуляй, пятница тёщины вечерки, суббота заловки на посиделке и прощённое воскресенье. Сегодня как раз среда, третий день недели масленицы. И сегодня принято ходить в гости с блинами. Если у вас есть тёща, то нужно ходить знакомиться с тёщей, если вы с ней ещё не знакомы. Заветом шеф-повара и мы решили приготовить блины да накормить ими гостей. Тем более, что печь это угощение нас уже научили. Другое дело, теперь я умею печь блины. На такие блины и гостей пригласить не стыдно. В Самаре народные гуляния уже начались. Они проходят практически в каждом дворе и во многих школах. А главный праздник развернётся на площади Куйбышева 26 февраля в 12 часов. На нашем канале продолжается конкурс по выпечке блинов. Если у вас есть уникальный рецепт, выкладывайте их в соцсети с хэштегами «Самара Гиз» и «Масленица Самара». Итоги подведём в понедельник, 27 февраля. Победители ждут вкусные и приятные призы. А лучшие фото и ваши рецепты мы покажем в программах «События» и «Точка.ру». Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. Курятина со свечами досталась сегодня в подарок на день рождения чёрной жемчужине Самарского зоопарка самки-ягуара по имени Нуар. Семь лет назад её привезли из Ленинградского зоопарка. С тех пор Нуар – одна из любимец среди посетителей. Позже у неё появился и верный супруг Кекс. Вместе они уже трижды становились родителями. Их последний котёнок, ягуар Азар, теперь составляет компанию маме и папе в вольере неподалёку. Поздравить именинницу с днём рождения могли сегодня все желающие. Некоторые принесли свои подарки. Школьница Лена Барган нарисовала портрет ягуара. Сначала были некоторые трудности, но потом всё получилось. То есть при помощи маминой помощи, моего таланта и веры в себя. Мы в зоопарке бываем очень часто. Они знают практически всех представителей зоопарка по именам. Умку мы приходим ежегодно кормить с яблоками, морковью. А научной деятельностью мы уже занимаемся с первого класса. Все участия во всяческих мероприятиях, касающихся науки, в этом году мы приняли в экологическом мероприятии. В том числе рассказывали там и про Нуар. Баскетбольная Самара старается удержаться на пьедестале почёту Суперлеги. А вот самбисты и тэквондисты уже доказали, что они лучшие в стране. Самарские новости спорта от Сергея Кизоркина продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная Самара старается удержаться на пьедестале почёта Суперлиги. Самарские самбисты поедут защищать честь страны на первенстве Европы и мира. Борис Краснов на юниорском первенстве в России по тэквондо стал чемпионом. Тольятинец завоевал золотую медаль в заключительный день соревнований весовой категории до 63 килограммов. Мастер спорта Краснов блестяще провел весь турнир, отправляя соперников отдыхать досрочно. В финале воспитанник спортшколы ЦСКА одержал победу над Владиславом Югай из Ростовской области. Своими победами радуют и самбисты. В Иксе на первенстве России самарские спортсмены завоевали 4 медали – бронзу, 2 серебра и золото. Чемпион Глеб Шумилов будет представлять Россию в октябре на первенстве мира в Сербии. А обладательница второго места Надежда Румянцева поедет в апреле на первенство Европы в Прагу. Баскетболисты Самары 23 и 26 февраля проведут заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги. На паркете МТЛ-арены они примут Сургутский клуб «Университет Югра» в четверг в 5 вечера, а столичную МБА в воскресенье в 6. Сейчас Самара занимает третье место. Впереди Университет Югра и Новосибирск. Изменится лишь что в турнирной таблице на финише чемпионата страны по баскетболу, станет ясно на февральских каникулах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»